Вопросы верности и уважения в семье — это цель нашей беседы сегодняшней. Письмо, которое я прочитал, послужило лейтмотивом для этой беседы. То есть, женщину бросил любимый человек, она не знает, как ей жить, она находится в жутком стрессе. И сразу возникает вопрос, а вот это хорошо или плохо? Как вы думаете? Ну, сначала кажется, что хорошо, и тогда пускай дальше в стрессе и находится. Потому что, ну, как бы, молодец, любит, поэтому и в стрессе. Но вот если разобраться в этом вопросе поглубже, то стресс является признаком непонимания, что такое отношение между мужем и женой. Нет понимания, поэтому и стресс. Но, а почему вы думаете, что он не может изменить? Вот почему он не может изменить? Потому что мы любили друг друга и жили все верно друг с другом. Ответ очень простой сразу возникает. Но вы уверены, что вы любили друг друга? Вот я, если я наслаждаюсь своей женой, я ее люблю или нет? Я просто ей наслаждаюсь, и все. Это не любовь. Если даже вот посмотреть, вот мое желание что-то сделать для нее приятное, почему ухаживают мужчины за женщиной? Чтобы она улыбнулась. И в ответ приходит такая, ааа, хорошо. Улыбнулась. Да? Как там песня поется? Потому что ты мне просто улыбнулся. Значит так. Отчего, отчего, отчего мне хорошо. Отчего, 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 и мне просто улыбнулась. Вот. Вот так действительно хорошо становится, потому что просто улыбнулась. И все. И ради этого мужчина готов все для нее делать. Молодой человек написал мне такую записку, что вот, Олег Геннадьевич, я вот не согласен с вами. Я вот эту девушку молодую полюбил совершенно бескорыстно. Мне от нее ничего не надо. И даже если она выйдет за другого замуж, я не обижусь. Бескорыстно полюбил. Но ответ мой, как бы, для него был очень суровым. Я ему сказал, а ты бабушку можешь полюбить бескорыстно? Так же, как эту девушку, взять ее в жены бабушку. Можешь? Такой бескорыстный. Знаете, он задумался. Я его в шок вел, он такой. Он задумался. Сначала не понял, а почему именно я бабушку должен полюбить? Почему, в чем дело, Олег Геннадьевич? Вы что, меня не уважаете? Ну, я как бы его уважал, просто я хотел, чтобы у него сработала вот эта система, чтобы он понял, что если ты молодую девушку любишь, значит, это уже не бескорыстно. Значит, ты хочешь наслаждаться в жизни, а не служить. Видите, как все примитивно по факту? Если мы хотим наслаждаться в наших чувствах, мы хотим наслаждаться. Идея служения там, где-то далеко стоит. Но если мы хотим наслаждаться друг другом, тогда почему мы считаем, что мы друг друга любим? Это ничего общего с любовью не имеет вообще. Это просто жизни, в которой есть много «но». Потому что в какой-то момент в любой семье вот это вот ощущение счастья от близкого человека неминуемо заканчивается. Вот такая же красивая, все то же самое, а кайфа нет. Нет вот этого, ну что вот, сердце не поет рядом почему-то. Все. И что делать? Бросают. Бросают чаще всего. Или мучается человек, мучается, мучается. Рядом год нет счастья, два, дети уже общие. Мучается, мучается. И потом летящей походкой. Увидел счастье. И все. И дальше крыша съехала, все. У меня к тебе другая любовь. Разная любовь. К ней такая, а к тебе вот другая. Безусловная к ней. Тебе условно. Вот очень примитивно все это, понимаете? Потому что даже вот просто терпеть, это тоже примитивно. Потому что надо просто отрезветь. Надо понять, что вот рядом с тобой человек, Бог тебе дал, чтобы ты ему служил. И это служение родит любовь потом, которая действительно настоящая. Между мужчиной и женщиной бывает настоящая любовь. Но она бывает только есть, когда есть объект любви, который эту любовь подзаряжает. Понимаете? Мы сами, вот когда мы взаимодействуем друг с другом, мужчина с женщиной взаимодействуют, когда друг с другом, они подзаряжаются эгоизмом. Когда человек взаимодействует со святостью, он подзаряжается любовью. Если люди не имеют в жизни веры, они не молятся, не читают духовных книг, у них нет наставника духовного, у них нет священных писаний в жизни. Им не от чего подзаряжаться чистотой. Где они ее возьмут? Потому что мы вокруг себя в жизни не имеем чистоты, нет объектов чистоты, которые бы дали нам возможность любить. У нас есть такая возможность в сердце. Она не проявлена, потому что нет примера. Она у нас спит, как веды говорят. Эта возможность любить спит. Мы можем искренне жить для близкого человека и испытывать любовь от него, потому что ему придется быть благодарным. Придется, потому что когда человек испытывает любовь от близкого человека, настоящую любовь, Он не может не среагировать, она проникает сразу в сердце и вызывает другие чувства. Она не вызывает ни половое влечение, она вызывает чувство благодарности. Это очень возвышенное чувство. Верю в тебя, дорогую подругу мою, Эта вера от смерти меня темной ночью спасает. Помните, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода. То есть идея в чем заключается? Что настоящая любовь проявляется, когда смерть рядом. Женщина не спит и в детской кроватке слезу пророняет. Но она спасает от смерти человека. Веда объясняет, что любовь защищает человека от смерти. Потому что цель человеческой жизни — достичь настоящей любви. Когда человек достигает настоящей любви, ему незачем умирать. Удача приходит его жить, должен жить дальше. Потому что если он достиг этого, он должен дарить другим эту любовь. Должен заботиться, чтобы она не погасла. Поэтому надо разобраться сначала, почему все-таки стресс-то возник. Веды объясняют, что стресс возникает, когда человек теряет свою жизненную нить. То есть он верил во что-то, он считал это объектом своей любви. А потом, бац, этот объект любви его предал. Результат какой? Жить незачем. И что такое стресс? Человек не знает, зачем ему жить. А когда человеку незачем жить, он начинает умирать потихоньку в сердце. И вот эта вот душа, она вечно хочет жить, а по факту в этом мире она жить не хочет. И поэтому у ней противоречие возникает, жуткое противоречие, которым человек не может находиться. Не может ни спать, ни есть, ничего. Нормально функционировать не может. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...